Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Исследование, проведенное палеонтологами из Портсмутского университета, было сосредоточено на аждорхидах, семействе птерозавров, размер которых варьировался от кошки до легких самолетов вроде Cessna 172. Как и у любого животного, которое хочет летать, их скелеты состояли из тонкостенных и легких кости, но с шеей длиннее, чем у жирафа, им было бы крайне непросто нести вес своей немаленькой головы. Предыдущие исследования показали, что шеи аждорхидов не отличались гибкостью. Так как же этим гигантским созданиям удалось избежать перелома шеи каждый раз, когда они хватали добычу или сталкивались с сильным встречным ветром. Чтобы выяснить это, исследователи провели компьютерную томографию пяти шейных позвонков, которые настолько хорошо сохранились, что можно было детально изучить их структуру. Как и предполагалось ранее, оказалось, что у птерозавров действительно есть шейные кости со структурой «трубка в трубке», причем внутренней является нервная трубка, содержащая спинной мозг. Но, к удивлению команды, компьютерная томография также показала уникально сложную опорную конструкцию. Это не похоже на то, что раньше можно было увидеть в позвонках любого животного, говорит Дэйв Мартилл, автор исследования. Нервная трубка расположена по центру позвонка и соединена с внешней стенкой посредством множества тонких стержневидных отростков. Они расположены радиально, как спицы велосипедного колеса, а дополняют их другие отростки, спирально расположенные по всей длине позвонка. Иногда они даже пересекаются. Эволюция превратила этих существ в потрясающих, захватывающих дух летчиков. Проконсультировавшись с инженерами, исследователи проанализировали структуру и обнаружили, что всего 50 таких спиц увеличили бы вес, который могли выдерживать позвонки, на 90%. Похоже, что подобная структура чрезвычайно тонких шейных позвонков и добавленных спирально расположенных поперечных распорок разрешила многие опасения по поводу биомеханики того, как эти существа могли поддерживать массивные головы на длинных шеях, при этом сохраняя способность летать, заявил Мартилл. Это исследование добавляет еще одно доказательство того, что птерозавры обладали поразительно развитой анатомией, другое недавнее исследование показало, что у родственных видов были самые старые ранние из известных науке примеров противостоящих больших пальцев.